Всем здравствуйте! Сегодня я вяжу тапочки из такой пряжи спицами номер 325. Начинается вязание сверху тапочка, полотно расширяется, затем соединяется, образуя подошву. Дальше вяжется общее полотно, боковые части плюс подошва. В этом месте регулируется размер тапочка. После этого подошва сужается к пяточке и в конце сшивания задней части. Сшивать можно по-разному. Я покажу два способа. На первый взгляд модель выглядит странно, но на ножке смотрится аккуратно и изящно. Если у вас полная ножка, на подошве увеличите количество петель. Надеюсь вам понравится! Продолжение следует... Продолжение следует... Для начала вязания набираем 9 петель. Набрали 9 петель и начинаем вязать. В первом ряду первую петлю провяжем. В остальных рядах первую петлю будем снимать. Провязали ее как в лицевую. Вторая петля изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провязали первый ряд, разворачиваем вязание и провязываем резинкой один на один еще три ряда. Это будет второй ряд. Снимаем первую петлю и вяжем по рисунку. Над лицевыми лицевые петли, над изнаночными изнаночные. Теперь третий ряд и четвертый ряд. Дальше у меня смена цвета. Нить я обрезаю. Если вы вяжете однотонные тапочки, продолжайте вязать. Вводим в работу нить другого цвета. При смене цвета первую петлю провязываем. Начиная с этого ряда вяжем лицевые петли. Провязываем одну петлю лицевой. Следующая у нас петля в резинке была лицевая. С двух сторон от лицевой петли делаем накид. Накид, лицевая, накид, лицевая. Снова смотрим. Лицевая в резинке. С двух сторон от нее делаем накид. Накид, лицевая, накид. Провязываем лицевую петлю и снова смотрим в резинке. Лицевая петля с двух сторон от нее делаем накид. Накид, лицевая, накид. Провязываем эту петлю лицевой и кромочную петлю. После провязывания этого ряда на спице 15 петель. В рядах, где будем делать прибавления, количество петель будет увеличиваться на 6. Разворачиваем вязание. Провязываем накиды так, чтобы у нас оставалась дырочка. Если вы не хотите дырочку, значит провязываете скрещенной петлей. Вот так дырочки не будет. Я провязывать буду так, чтобы оставалась дырочка. Следующий накид. И так провязываем все изнаночными петлями. Разворачиваем вязание. Прибавлять петли будем в каждом лицевом ряду. Снимаем кромочную. Провязываем лицевую. Провязываем следующую лицевую. Обратите внимание, что мы будем делать прибавления каждый раз возле одной и той же петли. Вот она, эта петля. Делаем накид. Провязываем эту петлю. Делаем накид. И теперь следующие накиды будем делать с двух сторон от этой петли. Вяжем лицевые. Дошли до этой петли. Если вам неудобно, то наметьте эти три петли, с двух сторон от которых вы делаете прибавления. Итак, дошли до этой петли. Делаем накид. Провязываем эту петлю. Делаем накид. Вяжем лицевые петли. Снова дошли до этой петли, где надо делать прибавления. Накид. Лицевая петля. Накид. И три лицевые. Провязали изнаночный ряд. Сейчас снова будем делать прибавления. Сейчас на спице 21 петля. Я думаю принцип прибавления вы уже поняли. Теперь очень хорошо видно после второго ряда, где делать прибавления. Вот они накиды и хорошо видно. Вот эта петля, с двух сторон от которой нужно делать накиды. Точно так же здесь. И третья петля. Вот она. Продолжаем вязать, делая прибавления в лицевых рядах. Вот такая деталь у нас получилась. Прибавления я сделала в 9 рядах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас на спице 63 петли. Я провязала лицевой ряд. Разворачиваем вязание. И начиная с этого ряда, вяжем лицевые петли в каждом ряду. Это изнаночная сторона. Начинаем вязать лицевые петли. И в лицевом, и в изнаночном ряду. Изнаночный ряд я провязала лицевыми петлями. И еще лицевыми петлями провяжем 8 рядов. То есть лицевыми петлями мы вяжем лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, и лицевой, изнаночный ряд. 8 рядов лицевыми петлями. Верхнюю часть вязать закончили. Нить обрезаем. Теперь приступаем к вязанию подошвы. Подошву вязать будем на 5 средних петлях. Я понимаю, что 5 петель это мало. Но они условной подошвой будут. Вот эти 5 петель. Ряды платочной вязки тоже переходят на подошву. Вот так на носочке они идут вверх. И затем переходят на подошву. И чтобы соединить эти две стороны, будем вязать средние 5 петель. И называть их подошвой. Так как у меня здесь 63 петли, вязать будем сейчас на средних 5 петлях. Я отсчитала 29 петель. И напротив 30 петли подвязала нить. Теперь, чтобы продолжить вязание, надо перебросить петли с одной спицы на другую. Напоминаю, 29 петель перенесли. И начинаем вязать подошву. Так как подошва у нас на 5 петлях, Сначала провязываем 4 петли. Первый раз первую петлю провяжем. Вяжем 1, 2, 3, 4 петли. А пятую петлю подошвы вяжем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей. Пятую петлю подошвы вяжем по лицевой стороне работы. Первую петлю снимаем, вторую провязываем и протягиваем ее через снятую петлю. Разворачиваем вязание. Снова провязываем 4 петли. Пятую петлю подошвы вяжем вместе со следующей петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. Две вместе, изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. 1, 2, 3, 4, 5 петли подошвы вяжем вместе со следующей петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем ее через снятую петлю. Провязывая таким образом, мы уменьшаем количество петель по бокам. Продолжаем так вязать, пока по бокам не останется ни одной петли. Осталось сделать еще одно убавление. Все эти кончики, которые мы подвязывали, потом будут прятаться в конце вязания. Все. Эту часть вязать закончили. Нить обрезаем. И давайте рассмотрим, что у нас получилось. Пока это выглядит вот так. Такая дорожка внутри. Все аккуратненько. Теперь надо будет набрать петли по краю изделия. Набор будем начинать с того места, где у нас остался кончик от набора петель. Наберем петли по этой стороне. Провяжем средние 5 петель. И наберем петли по этой стороне. Закончим здесь. Итак, набирать петли на спицу можно с помощью крючка. Или сразу на спицу. Берем нить. Вводить спицу для набора петель будем вот сюда. Кромочную петлю за обе стеночки. Вводим спицу в кромочную петлю. Поддеваем нить. Поддерживаем ее. Вытягиваем. И надеваем на спицу. Дальше легче уже на спицу сразу надевать. Накид. Вытягиваем петлю. Вводим спицу в петлю. Делаем накид. Вытягиваем петлю. И так продолжаем. Дошла до средних петель. Теперь их надо провязать лицевыми петлями. И дальше набираем петли по этой стороне. Чтобы удобно было работать, перетянем спицу. И будем набирать дальше. С этой стороны я набрала 16 петель. И 17-ю наберу вот отсюда. Вот так. Теперь будем вот так вязать лицевые петли в каждом ряду. Первую будем снимать. Остальные провязывать лицевыми. Обратите внимание, что петли, которые вы набирали, не должны перекручиваться. Чтобы все красивенько ложилось в полотно. Вот так. После набора петель с изнаночной стороны аккуратная косичка. С лицевой стороны вот так. Первые несколько рядов удобнее будет вот так спицу постоянно перетягивать. Потому что на прямой спице не получается вязать. Пока будет сильно туго и неудобно. Через несколько рядов уже будет все хорошо. Первую петельку после протягивания этой спицы надо немножко подтянуть, чтобы здесь не было ослабленного вязания. Все. Дальше как обычно. Довязываем ряд. Разворачиваем вязание. И снова вяжем лицевые петли. Закончили вязать ровные ряды. И сейчас на подошве будем делать убавление и приближаться к пяточке. То есть убавление это не пяточка, а сужение на подошве. Здесь уже провязано. Получается такой клинышек. Я наметила среднюю петлю. С двух сторон от нее по 19 петель. И сужаться в этом месте мы будем провязывая по 2 петли вместе с двух сторон от центральной петли. До намеченной петли осталось 2 петли. Провязываем их вместе лицевой петлей. Провязываем намеченную петлю. и после нее 2 петли вместе. Вяжем ряд до конца. В изнаночном ряду все петли провязываем лицевыми, как и вязали до сих пор. В лицевом ряду снова будем в центре делать убавление. Дошли до центральной петли. 2 петли перед ней провязываем вместе лицевой петлей. Провязываем центральную петлю и 2 петли вместе после нее. И так продолжаем вязать. В лицевых рядах делаем убавление. В изнаночном ряду просто провязываем лицевые петли. Убавление я сделала 6 раз. И сейчас на спице 27 петель. Теперь надо сделать шов. Я покажу 2 способа соединения, а вы выберите тот, который вам предпочтительнее. Первый способ, на мой взгляд, он легче сделать его быстрее, но он получается неэластичным. Если вам это не принципиально, то вполне можно соединить и так. Вот так располагаем спицы. Здесь нить. вводим иглу в первую петлю с этой спицы, потом сюда. И так по очереди снимаем с обеих спиц петли и надеваем их на иглу. И продолжаем. оставим эти 7 петель. Посмотрим, как у нас тут соединилось. Растянем. вот так получается. Подтянем, чтобы здесь не было сильно туго. Теперь надо закрепить в этом месте, сделать 1 стежок, в те же петельки еще раз. Вот так. И теперь по кругу нанизаем на иглу оставшиеся 7 петель. вот так по кругу. Аккуратненько затянем, выведем иглу на изнаночную сторону. Вот так аккуратненько получилось. Теперь на изнаночной стороне завязываем узелок, только не вот так, а вот здесь, чтобы дырочки у нас не получилось. Затем прячем кончики и обрезаем нить. Я этого не делаю сейчас, потому что я распущу и буду делать соединение другим способом. Способ номер 2. Довязали. Обрезаем нить. Выдеваем ее в иглу. И будем сейчас делать невидимый трикотажный шов. Это немножко дольше, но, во-первых, это аккуратнее. Во-вторых, не стянуто получается. Итак, снова вытягиваем спицы, чтобы нам было удобно работать. Располагаем их вот так. Первая петелька. Смотрите, они должны ложиться вот так ровненько, как идут в полотне. В первую петлю вводим иглу снизу вверх. Вот так. Теперь переходим к этим петлям. Вот так мы соединяем. Вот. Теперь эта петля. Смотрим, чтобы она ложилась ровно. Вот так. И вводим иглу в эту петлю сверху вниз. Соседнюю петлю вводим иглу снизу вверх. Следим, чтобы они не перекручивались. Вот так. Теперь сняли со спицы и протянули через две петли нить. Возвращаемся к первой петле. В первую петлю мы вводили иглу снизу вверх. Второй раз мы вводим иглу в нее сверху вниз. И в соседнюю петлю снизу вверх. Снимаем со спицы и протягиваем нить. То есть в каждые две петли мы вводим иглу сначала сверху вниз, снизу вверх. И в каждую петлю мы заходим по два раза. Вот в этой петле игла уже была. Значит, в нее мы входим сверху вниз, в соседнюю, снизу, вверх. Получающиеся петли надо регулировать самим, чтобы они не отличались от вашего вязания. Снова смотрим. Вот петля, где уже игла была. вводим в нее иглу сверху вниз, в соседнюю, снизу вверх. Теперь с этой стороны вот здесь игла уже была, значит, сверху вниз и снизу вверх. я дам ссылочку на урок по невидимому трикотажному шву. Там пряжа разного цвета и может быть там будет понятнее. Сверху вниз, снизу вверх. сверху вниз, снизу вверх. Так, продолжаем соединять до тех пор, пока останется у нас семь свободных петель, которые мы также, как в первом способе, соединим по кругу. это только на первый взгляд кажется, что тяжело. Когда начинаете делать, все у вас обязательно получится. Если просто смотреть, как это делает кто-то, кажется, что ничего не понятно. Все очень легко. Если начинать делать, разобраться, я уверена, у вас получится. осталось семь петель. Я сделаю стежок чтобы не потянулось, когда будем стягивать эти семь петель. теперь проденем нить через эти петли. выведем углу на изнаночную сторону. подтянем. Завяжем узелок. спрячем нить. и обрежем ее. Все, наша работа закончена. Осталось спрятать все эти торчащие ниточки и обрезать их. вот наш задник. подтягиваем ниточки, чтобы не было у нас слабых петель на лицевой стороне. и снова крепкий узел. Желтая сверху, желтая сверху. Вот что в итоге у нас получилось. Несмотря на такую смешную форму, на ножке лежит этот тапочек хорошо. Он вот так идет на ножку. Таким образом. И поэтому вот эта часть получается не широкой и ее не надо обвязывать для того, чтобы стянуть и тапочек не спадал. Сейчас я замерю в сантиметрах, покажу сколько у меня получилось. Но учитывайте, что у каждого из нас своя пряжа, свой номер спиц и разная плотность вязания. Длину тапочка можно регулировать вот этим участком. Или связать меньше полос и получить размер меньше или связать больше и соответственно увеличить этот размер. Смотрите, вот тапочек в спокойном состоянии. И сейчас я его потяну примерно вот так. Я не сильно тяну, потому что можно еще сильнее. Вот. он даже на моей ноге 39 размера очень хорошо смотрится. Но у меня нога без подъема практически. Так что я думаю, что это получился размер 38. Уверена у вас все получилось. Всего вам доброго! Редактор субтитров